Код неисправности OBD2 Техническое описание, низкий уровень сигнала в цепи управления клапаном отключения, впускного цилиндра 12 Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили General Motors, Dodge, Jeep, Chevrolet, Chrysler, Ram и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P3491 и соответствующие коды P3489, P3490 и P3492 связаны с цепью отключения, управления впускным клапаном цилиндра номер 12 Целью схемы деактивации цилиндра 12, впускного клапана является обеспечение возможности отключения цилиндра, например, режим V4 двигателя V8, для улучшения экономии топлива во время работы с небольшой нагрузкой, такой как движение по шоссе Модуль управления двигателем ESM управляет режимами работы двигателя с 4 или 8 цилиндрами, включая электромагнитные клапаны отключения впуска для 4 цилиндров двигателя, этот код относится к цилиндру номер 12, а остальные 3 цилиндра в этом процессе определяются конфигурацией двигателя и порядком включения цилиндров Соленоид деактивации цилиндра номер 1 устанавливается на впуске или рядом с ним в непосредственной близости от этого цилиндра в зависимости от конкретного автомобиля и конфигурации Когда контроллер ESUD обнаруживает, что напряжение или сопротивление в цепи деактивации, управление впускным клапаном цилиндра 12 слишком низкое, ниже порога нормального диапазона, будет установлен код P3491, и загорится индикатор проверки двигателя Индикатор обслуживания двигателя или оба индикатора могут загореться одновременно, в некоторых случаях ESM может отключить форсунку цилиндра номер 12 до тех пор, пока проблема не будет исправлена и код не будет очищен, что приведет к заметным пропускам зажигания в двигателе, электромагнитные клапаны отключения цилиндров, каков серьезность этого кода неисправности Степень серьезности этого кода может сильно варьироваться от средней до тяжелой в зависимости от конкретных симптомов неисправности, пропуски зажигания требуют немедленного внимания, поскольку они могут привести к необратимому повреждению внутренних компонентов двигателя, каковы некоторые симптомы кода Симптомы кода неисправности P3491 могут включать, двигатель может пропускать зажигание, повышенный расход топлива, низкие рабочие характеристики двигателя, скоро загорится индикатор технического обслуживания, проверьте индикатор двигателя, горит каковы некоторые из распространенных причин Кода. Причины этого кода P3491 могут включать, неисправный соленоид деактивации цилиндра, низкий уровень или давление моторного масла, ограниченный проход для масла, неисправная или поврежденная проводка, коррозия, повреждение или ослабление разъема, неисправный ESM Каковы некоторые шаги по устранению неполадок P3491? Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания, TSB, для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и двигателю В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление, второй шаг, проверить состояние моторного масла и убедиться, что он обслуживается до надлежащего уровня Затем найдите все компоненты, связанные с цепью управления впускным клапаном отключения цилиндра 12, и найдите очевидные физические повреждения В зависимости от конкретного автомобиля эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая соляной деактивации, переключатели, индикаторы неисправности и ESM Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов Этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами, включая ESM Проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для автомобиля Чтобы проверить конфигурацию цепи управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра 12 и подтвердить каждый компонент, включенный в цепь, который может включать предохранитель или перемычку с плавкой-вставкой Расширенные действия Расширенные действия становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля Напряжение проверка Опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы Конкретные технические данные будут включать диаграммы поиска и устранения неисправности и соответствующую последовательность действий, которые помогут вам поставить точный диагноз Если в этом процессе выявляется отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности Для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов, проверки на целостность цепи всегда следует проводить при отключенном от цепи питании И нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая является разомкнутой, закороченной или корродированной И ее необходимо отремонтировать или заменить каковы стандартные способы устранения этого кода Замена соленоида деактивации Очистка разъемов от коррозии Ремонт или замена неисправной проводки Замена масла и фильтра Очистка заблокированных масляных каналов мигания Или замена распространенной ошибки контроллера ЭСУД Замена соленоида деактивации При недостаточном давлении масла или неисправной проводки вызывает установку этого кода контроллером ASUD, надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для устранения проблемы с кодом неисправности цепи управления впускным клапаном, деактивацией цилиндра 12, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.